Меня зовут Алексей. Предлагаю, если есть какие-то вопросы, прям руку поднимать, эти вопросы задавать, я буду стараться быстро отвечать. Я занимаюсь практической безопасностью в той или иной форме уже достаточно продолжительное время и, собственно, пришел в нее из разработки системы обружения атак компьютерных. После этого занимался разными вещами и сейчас, в принципе, продолжаю заниматься интересными вопросами компании Positive Technologies, о ней Сергей коротко характеристику дал. В целом, компания на рынке более 15 лет. Действительно, первый продукт был Xpider. Это маленькое компактное решение, которое до сих пор поставляется на рынок, и вы до сих пор можете с ним встретиться в различных госучреждениях, коммерческих компаниях. Это программа, которая позволяет выявлять уязвимости на узлах с точки зрения конфигурации, в первую очередь. То есть это старые версии, которые позволяют злоумышленнику успешно проводить на них атаки. Наверное, чтобы мне лучше рассказывать вам о дальнейшем, мне бы хотелось немножко понять, с кем я общаюсь, коллеги. Мне бы хотелось, чтобы руки подняли. Кто сталкивался с вопросами, связанными с инцидентами, уязвимостями, так или иначе по работе? Не все, где-то примерно половина. Кто знает, что такое тест на проникновение в общих чертах? Вы не опускайте просто руку. Кто знает, что такое фазинг? Кто знает, что такое расследование инцидентов, методики расследования инцидентов? Хорошо. Смотрите, сегодня я потом про позитив еще расскажу, когда совсем интересная тема закончится. Сегодня мне хотелось бы прийти к следующему результату, чтобы все, кто присутствует, активно слушает, участвует в нашей работе, понимали вот эти ключевые базовые концепции, то есть что, когда нужно, для чего применяется, какие есть на следующем шаге детальности концепции, принципы, понятийная база, возможно, какие-то полезные методики. В слайдах презентации будет очень много справочной информации, презентацию потом можно будет получить, я ее буду пролистывать, ее можно не конспектировать, вы всегда сможете к этой презентации, к этой информации вернуться, можно с коллегами или со мной выйти на связь. Так что сейчас задача, главное, уловить какие-то ключевые моменты. Про что мы будем говорить? Мы будем говорить в первую очередь про то, на чем строится информационная безопасность практическая, некие ключевые концепции. Это вопросы уязвимости, вопросы угроз, чтобы не смешивать одно с другим. Вопросы, связанные с контролями, то есть такая более высокоуровневая может быть вещь. Дальше мы пойдем по практикам, то есть это то, как типичный атакующий видит цель атаки, в чем заключается его, с его точки зрения, как выглядит система, как эта система взламывается, как он продвигается в этой системе, какие есть модели, позволяющие лучше понимать логику поведения атакующего, чтобы уметь ей, соответственно, противостоять. Дальше затронем немного предотвращение инцидентов, также, опять же, на концептуальном достаточно уровне, с точки зрения того, какие этапы есть и какие передовые, можно сказать, практики мы в своей работе, в частности, используем для того, чтобы работать с инцидентами. Ну и по реагированию то же самое, то есть по выявлению и расследованию инцидентов. Можем начинать, да, и, наверное, такой вот небольшой дисклеймер. Мы сегодня мало будем говорить про какие-то превентивные меры в виде продуктов, да, то есть понятно, что есть система криптографической защиты и так далее, и так далее, и так далее. Это все важные и полезные моменты, но это выстраивание такой стены, которая потом проламывается атакующим. Мы будем сегодня в меньшей степени говорить про нормативку и бумажную безопасность. Она важна и нужна, она создает некий ландшафт, достаточно жесткий, да, который стремятся выполнять, но, тем не менее, несмотря на наличие таких требований, и, в общем-то, стремление компании их сейчас выполнять, во многом остается достаточно большой зазор, сквозь который злоумышленники раз за разом умудряются достигать своих целей, несмотря на то, что, казалось бы, большое количество средств защиты, большое количество требований, и, тем не менее, как бы вот к пиджаку в целом претензии есть с точки зрения безопасности. Давайте начнем, в первую очередь, с точки зрения проблем посмотрим, откуда проблемы появляются вообще. Прежде чем мы будем говорить про какие-то мегасложные вещи, типа уязвимостей нулевого дня, целевых атак, про которые мы упомянем, но это, как бы, такие достаточно сложные и вещи, требующие достаточно серьезной подготовки со стороны атакующих, хочется упомянуть одну такую важную, важный момент, на который даже вы можете, в принципе, влиять в своей ежедневной работе, предотвращая тем самым инциденты информационной безопасности. Это бардак. Вот бардак во всех его проявлениях – это первая и основная причина либо возможности реализации атаки, либо серьезного ущерба в результате этой атаки, либо это та история, которая в значительной степени утяжеляет и усугубляет ситуацию с точки зрения устранения последствий инцидента и его прекращения. О чем идет речь? Вернемся потом на тот слайд. Речь идет о следующем. Вот сверху, вот здесь вот, это некий таймлайн нарисован, это примерно год времени жизни компании. Более серенькое – это те сервисы на периметрах сети большой компании, реальная компания большая. Серенькие сервисы – это те сервисы, о которых IT-служба не может сказать, что это. То есть компания живет достаточно продолжительное время, достаточно долго. У нее большой сетевой периметр, у нее много сервисов, ни один человек отдельно взятый, да и даже их некая совокупность не может внятно объяснить на моменте, когда мы начали работы по приведению в порядок, что это за сервисы, расположенные у них на периметре. Кто за них отвечает, кто их туда запустил, кто их использует. То есть есть понятный набор сервисов, которые штатным образом эксплуатируются. И здесь даже, смотрите, нет речи об уязвимости. Уязвимости, они здесь красненькими должны быть, их практически нет. То есть уязвимости патчет, компания занимается своей безопасностью. Да, есть уязвимости в средней степени критичности, и с ними тоже там ведется работа, но эта работа достаточно тяжелая, потому что не все патчи можно установить и так далее. Но вот эта серая зона, с которой, как вы видите, начали активно бороться, и в конце концов достаточно активно ее побороли, притом, обращаю ваше внимание, снизив общее количество сервисов. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что на периметре компании было много сервисов, которые были непонятно зачем там нужны, непонятно кем там оставлены, не обслуживались, скорее всего, и как бы не приносили никакой пользы, зато позволяли расширить в значительной степени пространство атаки для атакующего. Вот такой простой вывод. И второй вывод, который, опять же, хорошо виден из этой картинки, это то, что вот эта процедура вся, она достаточно продолжительная по времени борьбы с этим беспорядком с точки зрения того, что невозможно прям взять и в течение первого среза, первой недели, первого месяца взять и все починить. Это большая полномерная работа, которая связана с тем, что выясняется, зачем это надо, а кто там за что отвечает и так далее, и так далее. Но если эту работу вести, то в конечном итоге можно прийти к такой достаточно стабильной ситуации, когда сервисы имеют хозяина, сервисы надлежащим образом обслуживаются, то, что не нужно, удаляется с периметра, там тестовое, то, что выведено во временных целях, там и так далее, и так далее. И при этом действительно остается некий зазор, связанный с уязвимостями, то, что не удается устранить. Это как бы жизнь, там нужны другие меры, которые позволяют компенсировать наличие этих уязвимостей. Но, тем не менее, ситуацию в целом лучше сделать можно. Итого, ключевой момент по этому примеру, это то пространство атаки, если говорить в терминах атакующего, которое ему доступно, потому что просто за ситуацией не следят. То же самое, вы можете сами, наверное, даже уже проделать такой умственный эксперимент и построить эту картинку и модель дальше с точки зрения других IT-активов и активов информационной системы. То есть это могут быть, неважно, файлы, любимая история с файлопомойками, то есть когда лежит много-много файлов, туда все пишут, все читают. Что делать атакующим первым делом, попадая в информационную систему, он лезет в эту файлопомойку, ищет там что-нибудь интересное. Есть такая процедура, не здесь я про нее написал, слышали про такую историю Dumpster Diving, копание в помойках, не слышали? Это у старых хакеров был метод выявления паролей, то есть они забирались в помойки, стоящие рядом с офисом, тот же самый Митник об этом писал, искали документацию, то есть искали пароли в лучшем случае, в худшем случае хотя бы какую-то информацию об информационных и прочих системах в компании. Достаточно успешно искали. Соответственно, вот такой вот вариант уже в информационном пространстве, когда можно это дело автоматизировать, это очень активно используется, и очень много всякой информации находится, даже без того, чтобы прибегнуть к каким-то более серьезным методам и вскрытие защищенной информации в какой-нибудь базе данных. То есть вот в этих оставленных, брошенных файлах, когда-то давно много полезной информации сразу, много информации, которую можно использовать для развития атаки. То есть получается информация о сотрудниках, я могу представиться сотрудникам, ну и дальше вы, наверное, представляете себе вектор. Если не беспорядок, то все-таки, наверное, есть проблемы и с уязвимостями. Что такое уязвимость системы? Уязвимость системы, если по учебнику, это некое свойство, которое ведет к возможности реализации угрозы и проведение атаки на эту систему успешной. Уязвимость может появляться в системе на разных этапах. То есть, условно говоря, если у вас есть, давайте упомянем пример с дверью, если у вас есть дверь, есть метод контроля доступа к этой двери, это замок, который в этой двери, то если вы ключи разбрасываете у входа к этой двери, то это достаточно уязвимый механизм контроля. Понятная история. Вот, может быть, вы ключи разбрасываете, может, у вас замок не очень хороший. Так или иначе, у этой системы вы можете ее неправильно эксплуатировать, либо сам разработчик этой системы может ее сделать недостаточно хорошо. Появляются такие возможности по нивелированию метода контроля, который вы в этой системе установили, и получение, условно говоря, несанкционированного доступа. Интересной, наверное, историей является то, что много говорят о всяких сложных атаках и всяких атаках, которые специально проводились, разрабатывая специальные программные обеспечения, которые используют специальные, только что обнаруженные уязвимости. Это все правда, да, такое бывает. Но в 99% случаев используют уязвимости, про которые все давно знают. То есть в тех же веб-приложениях, в тех же десктопных приложениях, в тех же мобильных приложениях, в любых, в то же самое в IT-системах, активно используют уязвимости, время выявления которых, информация о которых была доступна много-много лет назад. Ни дней, ни месяцев и так далее. То есть переоценена угроза от новых неизвестных видов уязвимостей, и недооценена угроза от уязвимости их и проблем достаточно известных. А это не такая романтическая тема. Это вот мы с вами уже, да, вот эту картинку пронаблюдали. То есть как бы, ну, это вопрос такой санитарии, да. Ну и помимо уязвимости, да, там можно выделять различные факторы. Тот же самый любимый человеческий фактор. Действительно, ну, такой опять же небольшой тест, что вы еще не заснули. Это социальная инженерия. Кто знает про социальную инженерию? Слышал? Вот. Вот. То ли все проснулись, то ли это вот тема, про которую все совсем хорошо знают. Хорошо. А кто-нибудь попадался на социальную инженерию? Окей. Тоже примеры посмотрим. Это уникальный вид атак, который позволяет в наших тестах показывать эффективность больше 100%. Как это бывает, я потом расскажу. Это только у нас и у Сберкома так бывает. Окей. Значит, как выглядит история с уязвимостями и подверженности уязвимостям? Есть такая тема безопасность промышленных систем, АСУТП. Опять же, ну, тема немножко, может быть, сбоку от банковских систем, но очень интересная в том плане, что очень долгое время говорилось, что промышленные системы от интернета отключены. Да, такая вот легенда о воздушном зазоре. Да, что вот у нас все через воздушный зазор, нет возможности никак получить никакой доступ в наши системы и так далее, и так далее, и так далее. По факту, вот эти вот тысячи систем, которые мы видели, да, торчащими в открытый доступ, не все из них позволяют повлиять на промышленные системы, некоторые позволяют только редонли получить доступ, да, но тем не менее, это реальные цифры, которые показывают о том, что таких систем в интернете торчит масса. И вот эта вот тема о том, что никаких, да, там возможностей по компрометации таких систем через интернет нет, это, в общем, такая легенда. Опять же, тема достаточно большая, емкая, кому интересно, призываю посмотреть. Отчет наш большой по этой теме, там есть и эти картинки, и много всяких интересных других картинок. Вот к вопросу об уязвимостях, как раз вот уже, если как бы на конкретику, да, свалиться вот в эту тему и в ней посмотреть. Вот так примерно выглядит история с устранением уязвимостей. То есть, условно говоря, если мы все-таки столкнулись с уязвимостью с новой, да, выявили ее сами у себя, исследователи ее нашли, мы получили информацию о том, что наша версия установленная у нас уязвима, и нам надо что-то с этим делать, в большом количестве случаев этот процесс затянется на месяцы. То есть, условно говоря, мы знаем, что есть уязвимость, есть проблема, надо что-то с этим делать, должны быть какие-то дополнительные методы контроля, потому что самые мы влезть в эту систему не сможем, у нас слетает гарантия, да и вообще это все слишком сложно. Ну и в конце концов, есть замечательные примеры систем, в которых уязвимость вносится на уровни архитектуры. То есть, уязвимость, разработчик официально сказал, что эта уязвимость никогда в этом продукте устранена не будет, извините. В примере с дверью, это может быть, например, замок, который открывается любым гвоздем, да, вот он открывается гвоздем, и все, и как ты хочешь, хоть ты лучше ключ делай, хоть ты сложнее ключ делай, любой гвоздь подходит, дверь открывает, все. Что с этим делать? Ну, видимо, менять замок, но если такой возможности нет, ну, извините. Ну и да, еще один интересный момент, это рост процентов уязвимостей. Опять же, есть как интерес там вас к этой теме, как слушателей, он постепенно растет и развивается, так и есть интерес злоумышленников, атакующих к темам различным, то они больше интересуются, вот если про банки говорить, вопросами, связанными с безопасностью клиентов и возможностью получить деньги с них, то они переключаются на межбанковские платежи, то они лазят в банковских системах, да, и так далее. Они переключаются туда, где проще. Вот сейчас, например, с темой промышленной безопасности рост вот в 600 с лишним процентов за последние несколько лет связанно с тем, что стало интереснее с точки зрения извлечения прибыли, стало больше инструментов, стало больше возможностей, да, то есть народ почуял, плюс идет стремительное развитие IT, в том числе и в АСУТПшной теме, соответственно, там сейчас активный рост активности злоумышленников в том числе. Ну и про социальную инженерию, да, и вообще про человеческий фактор. Вы знаете, опять же, вот если так чуть-чуть затрагивать примеры атак, какой самый опасный человек в компании, который может поддаться социальной инженерии? Вот по нашему опыту. Руководитель, администратор, бухгалтер, кто еще? Кто еще? Ты знал. Безопасник. То же тема. Нет, самое, смотрите, это все правда, они все как бы если попадаются, будет плохо, но вот по нашему опыту самый вообще драматический сценарий, который происходил, это если, о ужас, на входящее письмо поддается сотрудник колл-центра, ну то есть тот, кто и должен обрабатывать входящие письма, потому что происходит, что этот сотрудник дальше от своего имени рассылает это письмо всем, кому посчитал нужным, и это письмо приобретает легитимность, да, то есть человек как бы один раз поверил, не проверил там и так далее, и дальше это веером пошло, и уже прилетает явно от человека, который даже может по телефону подтвердить, что да, я это письмо пересылал. То, что этот файлик пришел на самом деле там в другом письме, вот дальше это письмо начинает гулять, если компания распределенная, разослана была, например, руководителем в разных регионах, то дальше, что называется, только лови. Злоумышленнику остается при этом только предусмотреть, чтобы актуальные антивирусы его вот этот файлик не блокировали, да, а это, в общем, задача, ну разрешимая сейчас. Окей, но помимо того, что есть разные профили проблем, разные профили, людей, которые могут приносить проблемы с точки зрения человеческого фактора, на самом деле круг людей, влияющих на безопасность компании, гораздо шире. Сейчас то, что мы видим на практике, это то, что человеческий фактор активно используется не только в рамках самой компании, но и в рамках, например, компаний, которые работают, ну и вообще атаки в целом проводятся через людей и компаний, которые выполняют какие-то работы для целевой компании, да, то есть идут такие вот атаки, используя промежуточное звено, или могут вообще использоваться, например, клиенты компании, да, то есть забрасывается через них уже что-то. То есть, в принципе, вот такие возможности, придание какой-то легитимности, опять же, и доверительности вот в этом вот человеческом общении, они используются в том числе и некие промежуточные шаги. Но про это мы еще, наверное, поговорим позже. Немножко теории. Значит, мы говорили про то, что у нас речь идет об инцидентах, и здесь, наверное, совершенно понятная такая вот самая простая сегодня модель, это то, что у нас есть время до инцидента, нечто, что происходит прямо во время непосредственно, и то, что происходит после. Вопрос к вам. Если выявлен инцидент, что нужно делать? Нужно его прекратить неправильно. Ну, как-то молодцы, вы долго не говорили это слово, но в целом, на самом деле, это нормальное. Вот чем отличается безопасник от айтишника? Айтишник всегда ориентирован на то, чтобы тики, да, инцидент, то, что у него прилетело в качестве проблемы, закрывать. Мы наблюдали такую историю, когда одна и та же машина, условно говоря, зараженная одним и тем же вирусом, перезаливалась многократно, месяцами, да, то есть там чуть ли не ежедневно ее перезаливали, потому что не были какие-то проблемы, ее перезаливали. То есть есть проблема, есть решение, есть проблема, есть решение, есть проблема, есть решение. И так полгода. Люди получали себе за понятную задачу понятные палочки в производительности. То, что при этом проблема не решается, и причина вот этой проблемы не устраняется, Это как бы, ну, так получилось. Вот. Соответственно, мы будем сегодня говорить про три, наверное, на самом деле про две по большей части группы активности. Это то, что происходит в рамках предотвращения и в большей степени, наверное, с точки зрения исследований возможности атакующего и пространства уязвимости приложения. Вот такие две темы затронем, чтобы не расплываться. И немножко поговорим про инциденты с точки зрения того, что делать, если есть подозрение на этот инцидент или как это подозрение возбудить. Оставим за скобками немножко тему с выявлением, потому что это отдельная огромная большая тема, операционная безопасность, все, что связано с построением службы мониторинга. Это прям тема даже не то, что на отдельную, а на несколько больших лекций. Будем все-таки немножко такие про атомарные практики говорить. Вот, теперь немножко сложнее. Смотрите, это очень полезная модель. Я вам просто ее сейчас продам. Используйте ее. Это исаковская модель, исака, да, институт, information security, association, что-то там. Что-то, что-то, что-то. Security точно там было. Да, окей. Не суть важна. Важно то, что это очень полезная модель для того, чтобы ее прямо на столе, условно говоря, держать перед собой и немножко понимать причинно-следственную связь между тем, что вы видите и что происходит. Да, эта модель позволяет понять, что такое инцидент с точки зрения вот такого широкого его понимания. Смотрите, когда у вас срабатывает система обожжения атак или, чтобы проще, антивирус на рабочей станции, можно ли это считать инцидентом? Ну, в каком-то смысле, да, наверное, есть срабатывание, наверное, что-то пошло не так. Можно заниматься тем, что там этот вирус лечить. Если там два раза он сработал на один и тот же вирус, значит, видимо, там вообще какая-то нехорошая ситуация. На самом деле, для того, чтобы бороться, да, там с проблемой и активно заниматься устранением первопричины этой проблемы, нужно чуть-чуть шире понимать картину, да. Вот смотрите, то, что относится как к событию, то, что произошло, да, там неважно, в рамках компьютера одного, да, вот есть компьютер, отдельные атаки. Это всего лишь события, вот события, да, вот короткая вот эта вот история. Это то, что вы явно видите, то, что очень активно, и это все понимают, да, это понимают айтишники, это понимают обычные пользователи. Что-то пошло не так. На самом деле, то, что мы говорили, к этому событию предшествовало наличие некой уязвимости, а само событие, скорее всего, если оно было успешной атакой, на самом деле, да, то оно повлекло некий неавторизованный результат, их тоже может быть несколько типов. И кроме того, был некий атакующий, который, используя некий инструмент, на самом деле стремился к определенным целям. Есть, да, наверное, можно говорить, два больших класса, и это тоже удобно понимать, чтобы про это, опять же, как-то рассуждать. Есть угрозы массовые и целевые, да, вот массовые угрозы – это вот в старом понимании, да, там вирусные эпидемии, когда вирусы как-то хаотично распространялись и что-то там портили. Или в современном понимании, например, ransomware, да, то есть программное обеспечение, которое попадает на компьютер, чтобы помогать с вас денег, да, то есть, ну, такая очень типичная массовая угроза. Все равно, у кого вымогать, главное, чтобы была возможность как раз то есть самого получения результата через ту самую уязвимость, тем самым средством, это ключевой момент. Кто вы такой, при этом не суть важна. Есть угрозы целевые, да, то есть вы там, как сотрудник, например, Сбербанка, к вам очень хотят поглядеть, с кем вы переписываетесь, о чем и так далее, и так далее, и так далее. Ну и в том и другом случае, в принципе, со своими там достаточно серьезными нюансами, но так или иначе, имеет место быть вот эта вот модель, и она очень хорошо работает. Призываю ее осмыслить, да, и достаточно тяжело сделать сходу, ну, так вот посмотреть на все отдельные клеточки, да, там, почитать смысл и значение. Это практически там на 80% сформирует некую там понятильную базу, что вообще происходит с точки зрения возможных, да, позиций в практической безопасности, с точки зрения инцидента, соответственно, их происхождение. Это была картинка глазами защиты, то есть это то, с глазами того, мы сейчас увидели ситуацию, кого ломали. Но удобно на самом деле и полезно посмотреть на ситуацию со стороны атакующего. Это позволяет нам понять и достроить некие шаги, которых мы, может быть, не увидели со стороны защиты, соответственно, не понимаем, что они были, не были. Самый простой пример, он вот здесь вот скрыт, он здесь, вот здесь, это на самом деле две модели, они очень похожи, будем сейчас ту одну, ту другую использовать. Кто слышал про такую вещь, как разведка, ну, с точки зрения действия атакующего в информационной системе? Слышали? Какое самое типичное действие с точки зрения разведки? Спинг, скан портов, да? Вот, на самом деле да, но нет. То есть это действительно так, но, в принципе, сейчас, если мы говорим про атакующего реального, первое его действие, направленное против вас фактически, они не будут никаким образом воздействовать на вашу информационную систему, потому что есть возможность призвать всемирный разум, условно говоря, тот же Google, и собрать информацию о вас, о ваших веб-сервисах, о ваших информационных системах, вообще никак не давая вам возможности почувствовать, что с вами что-то делают, вами кто-то интересуется. Да, то есть можно, например, попробовать ваше веб-приложение обойти, да, прокраулить, а можно то же самое сделать при помощи Google. Вы это никак не почувствуете, соответственно, это будет вообще отдельно от вас происходящая история. То есть вот то, что я сейчас вот этот пример привел, примерно это то, зачем нужно понимать, как мыслит атакующий, что он делает, и как это может помочь для того, чтобы выстраивать линию защиты. То есть в этом случае, совершенно верно, надо стараться контролировать то, что вовне выливается в систему индексации, не выдавать туда лишнего, потому что очень часто туда выливается лишний, там те же самые бэкапы, например, каких-то конфигурационных файлов. Сейчас это, опять же, все достаточно легко автоматизируется с точки зрения сбора для превращения уже целевой атаки в массовую, то есть когда вы можете под раздачу попасть просто за компанию. Если народ почуял, что у кого-нибудь в какой-нибудь системе контроля данными, CMS в какой-нибудь бэкап конфига лежит просто так, и Google робот его собирает. Если я знаю, как это поискать, то я получу список из 50-100-150 тысяч компаний, которые можно попробовать ломануть совершенно на раз. Соответственно, надо контролировать, что выплевывается, и что доступно наружу, про вас. Ну и там дальше можно достраивать эту линию, соответственно, там уже говорить про соцсети, говорить про сотрудников, что они публикуют и где, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но давайте как раз к этой полезной модели обратимся и посмотрим, что здесь есть за шаги. Значит, как действуют атакующие, и вот дальше мы это посмотрим на примере уже пин-теста, то есть тестирование на проект тайне, которое наша компания, в частности, делает на реальных системах. Значит, все очень просто на самом деле. Ремарка такая, в единственный момент понимать, что каждый из этих шагов на самом деле может крутиться по циклу, пока не случится успех, или может происходить откат, то есть такое возникает дерево, что мы шли-шли-шли, там тупик, вернулись повыше, пошли куда-то в другую сторону. Таким образом мы реализуем нашу стратегию или тактику, скорее, тут нападающего. То есть сначала идет стадия сбора информации, пассивная, активная, ну тут вот то же самое. Дальше нам, как атакующим, нужно получить некий плацдарм. Ну это вот в классической атаке целевой там на информационную систему. Нам как-то надо в эту систему попасть. Будь то веб-сайт, будь то пользовательский уже какой-то узел, будь то какое-нибудь мобильное рабочее место, кого бы то ни было, то есть плацдарм, как вы понимаете, мог быть разный, мог быть более интересный с точки зрения дальнейшей атаки, мог быть тупиковый, но так или иначе мы получаем некую точку присутствия в системе, с которой дальше мы можем развивать свои действия. Следующим моментом является, собственно, развитие вот этого плацдарма с точки зрения закрепления на нем. Ну, условно говоря, мы получили возможность заливать какой-нибудь код на веб-сервер, мы туда заливаем веб-шелл, мы получаем, и у нас есть возможность его запустить, мы получаем, по сути, свою такую систему, свое приложение запущенное на веб-сервере интересующей нас организацией. Дальше мы можем смотреть на этот сервер, дальше мы можем смотреть на тех, кто ходит на этот сервер, ну и дальше в зависимости от того, как, условно говоря, насколько успешно пошла атака. После этого желательно нам расширить свои возможности присутствия в этой системе, расширить привилегии. В классическом варианте это получив права пользователя, получить права администратора. Сначала локального, потом доменного. В классической истории так. И дальше понять, куда мы попали. И сейчас, опять же, очередной миф, который рухнул, это то, что если у вас, как у организации, очень сложная система, промышленная, банковская, еще какая-то, то злоумышленник, так как он тупой хакер, он не сможет понять, куда он попал и зачем он туда попал. Это больше не так. То есть сейчас ситуация с инцидентами выглядит следующим образом. Либо человек сразу понимал, куда и зачем он лезет, и у него были специалисты, которые способны разобраться в том, куда он попадает. Либо, если это не получилось, или случайно получился успех там, где не ждали, вполне возможны сценарии перепродажи доступа тем, кому, кто понимает, зачем он этот доступ приобретет. И действует совершенно проторенной дорожкой. То есть есть рынки, на которых можно покупать доступ уже к целым, условно говоря, индустриям. То есть выбирая по индустрии, фильтруя возможности доступа к инфраструктуре, к серверам и так далее. То есть злоумышленник, попав внутрь, так или иначе разберется в том, куда и зачем он попал. Дальше есть такое хорошее магическое заклинание – move laterally. То есть, условно говоря, это такое горизонтальное движение. Имеется в виду следующее, что если мы попали на какую-то одну рабочую станцию, в принципе, на этой рабочей станции может ничего интересного не оказаться. Но если мы умеем уже попадать на такого типа объект в системе, почему бы нам не попадать на все остальные объекты такого типа в этой системе? Вдруг там что-то есть интересное. Ну, собственно, вот эта история и происходит. То есть у нас, по сути, атакующий продвигается горизонтально, захватывая, может быть, не более интересные объекты, но просто работая над их количеством. И получает тем самым больше в совокупности информации и получает больше возможностей для поиска чего-то интересного, для того, чтобы развиться по другим направлениям. Следующая тема, тоже о которой понятно, но есть нюансы, что называется, это поддержание присутствия. Это вообще очень интересная тема. То есть, если, ну, как вы себе представляете, поддержание присутствия в системе атакующем, что он делает? Пользователей создает, да, виртуальные машины создают, сервера себе отдельные потусить. Был кейс, когда товарищ чуть ли не дошел до того, чтобы в бухгалтерию сочинил письмо, чтобы ему сервер купили. И просто легитимно практически поставил железку. Ну и, в принципе, уже довольно классический случай. Это история с тем, что злоумышленники, приходя в систему, стараются, чтобы кроме них там других никого не было, чтобы они не шумели. То есть, они патчат. Они приходят и начинают устранять уязвимости. Ну, просто чтобы вот не было каких-то других буйных, которые помешают им вести себя тихо. Да, вот эта вот история. Да, как говорят, что если бы в Троянском коне солдаты хулиганили и устроили дискотеку, это была бы плохая засада. Да, там надо было вести себя как-то тихо. Вот. Короче говоря, поддержание присутствия, да, это и создание учетных записей, и сверление дырок в межсетевых экранах. То есть, в принципе, мы видели при расследовании целевых атак ситуацию, когда атакующие в целом имели понимание и управляемости средствами защиты и сетевыми технологиями в чем-то даже больше, чем сетевые администраторы. То есть, они так концентрированно имели вот те возможности, которые им надо было иметь для того, чтобы там развиваться дальше, и поддерживали свое присутствие в этих системах достаточно долго, там, на протяжении нескольких лет. Вот. Ну, а потом в какой-то момент это все надоедает, и, соответственно, надо аккуратно завершить то, зачем пришли. Опять же, давайте здесь пофантазируем, какие могут быть цели. Action on objectives или complete mission, как здесь в другой модели. Какие есть типичные цели действия атакующих? Стырить что-нибудь. Это хорошая цель. Да, то есть, кражи данных, например. Да? Да. Окей, хорошо. Что еще? Сломать, выведение из строя, да? Еще варианты? А? Кража денег, да, логично для Сбербанка. Правильное место про это говорить. Что еще? Какие варианты? Ущерб репутации, да, то есть, это может достигаться несколькими способами. Это может быть, условно говоря, начиная с дефейса сайта и атаки, например, на клиентов компании, на какая-нибудь история с партнерами компании, да, нехорошие и так далее, и так далее. Да, окей. Ну ладно, пофантазировали. Значит, интересно, есть дилемма такая, что если мы обнаруживаем и как-то вмешиваемся в продвижение атакующего на каком-то этапе раньше, чем он дойдет до, по сути, выполнения неких своих результатов, то мы тем самым минимизируем ущерб. То есть, по сути, тут что важно понимать, что, в принципе, вот до этого шага, с точки зрения бизнеса компании, ничего плохого не произошло, по большому счету. Ну, там есть оговорки, но в целом. То есть, вот пока он там не сделал свою гадость, за которую он лез, да, ну и чего, ну лез и лез, не до леса. Вот, это как бы один побуждающий мотив, да, то есть, если мы увидели, например, что кто-то пытается повышать привилегии, если мы его в этот момент замочили, да, то как бы вроде как и победили. Но есть один нюанс. Он связан с тем, что, как помните, мы говорили про то, что есть некое дерево, да, то есть, этот человек может иметь возможность другие, да, иметь точки доступа, другие возможности доступа, восстанавливать этот доступ. То есть, если он где-то по другим веткам продвинулся уже дальше. Так вот, очень часто проблема с искоренением причины, да, то есть, почему все пошло не так и как с этим поборолись. Она на самом деле кроется в том, что, ну, действительно, вот одну ветку приглушили, да, все остальные остались активны, да, и у него есть возможность установить доступ и развивать атаку дальше и так далее, и так далее. Та же самая история с перезаливкой машины многократной, да, то есть, можно бесконечно перезаливать машину, если у вас заражен образ виртуальной машины, из которой тоже реальный пример, да, когда бесконечно обнаруживали, там, по-моему, конфигер тогда еще на виртуальной машине, то есть, поставили, залили, через день конфигер, и вот так вот много-много раз. Выяснилось, в конце концов, что образ, из которого вы эту машину раскатывали, он был заражен. То есть, это прямо вот совсем бесполезное занятие было. Вот. Такая вот история. Окей. У нас осталось до конца половины, буквально еще 10 минут. Давайте поговорим про, начнем говорить про предотвращение угроз информационной безопасности. И самый, наверное, такой понятный и объемлющий такая методика, полезная, с которой можно работать, это НИСовский документ, который говорит о следующем, что для того, чтобы оценить, есть такое хорошее слово, assessment, да, это оценка уровня защищенности, уровня информационной безопасности, необходимо смотреть на и проверять ряд моментов. Там интересно, наверное, говорить про то, что, да, надо рассматривать нормативную документацию и правила, по которым живет компания, потому что это некий жесткий ландшафт, как бы если его нет, то дальше говорить о безопасности тяжело. Но при этом надо смотреть и на все, что происходит в информационной системе, начиная с логов и заканчивая даже, возможно, дампом трафика, потому что инвентаризация, на самом деле, того, что происходит в системе, она может производиться на разных уровнях. Это не только поиск узлов и открытых портов, но это еще и возможность обнаружения активности, да, то есть которая существует только в трафике. Соответственно, вот если систему покрывать целиком, вплоть до того, что в этой системе происходит с точки зрения сетевых активностей, то это может дать нам достаточно полное представление. Начну на содержание, останавливаться подробно не буду, призываю просто эту методику посмотреть, она достаточно полезная, в общем, может быть использована практически в реальной работе, да. То же самое, как бы, там можно говорить о том, что в этой методике описывается, собственно, достаточно детально, что нужно и где смотреть, например, с точки зрения логов, да, то есть какие типы и, в общем-то, что в них искать. Значит, ну и вот перед перерывом, наверное, последний такой момент скажу. Наверное, слышали про, и, может быть, в работе использовали темы с моделями угроз и нарушителей, да. Эта тема, она в достаточной степени приобрела такой оттенок бумажности, да, то есть это тема, которая нужна для того, чтобы соответствовать требованиям регулятора, да, вот тут знак равенства практически ставится. На самом деле мы в своей практике действительно достаточно долго как-то без этого обходились, но, наверное, вот в последние годы пришли к тому, что когда мы приходим в те системы, которые мы не очень понимаем, да, то есть вот те системы, ну, опять же, вернусь к примеру, промышленных систем, то для того, чтобы понимать вот ту самую логику действия атакующих из начала, от начала до конца и выстроить, соответственно, линию защиты и рекомендации по защите этой системы, такое моделирование нужно и полезно. Более того, это моделирование, оно даже упоминается и фигурирует в ряде достаточно практических стандартов, ориентированных именно на, там, например, на тесты на проникновение, да, то есть будем говорить про Pen Test Execution Standard, в нем прям есть отдельная история с моделированием. Ну и, собственно, вот живой пример относительно того, как все это происходит на практике, это вот реально из наших неких исследований с компанией МОКС, да, это тематика нефтянка и, собственно, наши усилия компании Positive Technologies в этой области с точки зрения промышленной безопасности, да, то есть есть, так же, опять же, ну, короткие, совершенно две секунды, есть такая проблема, есть промышленные системы, они жили долгое время отдельно, к ним нельзя было подходить, к ним не были подключены никакие эти ваши интернеты, все там с ними было хорошо, потом случилось, значит, с ними случился стаксон, да, то есть когда иранская программа ядерная в одном моменте вдруг сломалась, и оказалось, что, в общем, воздушный зазор не зазор, опять же, почитайте этот триллер, если вы про него не слышали, достаточно громкая история, лет пять назад была, и стало понятно, что на самом деле система первая уязвимна, вторая, есть возможность доступа и компрометации, как бы, этих уязвимостей, вплоть до реализации достаточно сложной логики, да, атаки, да, там, единовременного введения и строя, там, различных элементов синхронизированных, вот, соответственно, что нужно делать, нужно понимать, как в этих системах могут развиваться атаки, что с этим делать, как быть, но есть один нюанс, в эти системы ничего нельзя добавлять и никак не замешивать в свою работу, потому что иначе в течение, там, двух секунд, как любят пугать АСУ-ТПшники, какая-нибудь махина весом несколько десятков тонн упадет, налетит на небесную ось, да, и все взорвется, вот, значит, то есть вмешиваться в работу системы никак нельзя, окей, мы научились, там, и мы, коллеги, научились работать так, чтобы гарантировать, что мы никак не будем вмешиваться, то есть сугубо пассивный режим, мы собираем оттуда данные, их анализируем, можем восстанавливать цепочки атак и дальше анализировать, там, как действуют атакующие и так далее, но для того, чтобы вот в этой сложной системе, она как бы не очень похожа на компьютерную систему, на привычную нам IT-систему, для того, чтобы в ней четко расставить приоритеты, понимать, к чему может стремиться атакующий, собственно, то, что мы проделали, это, в общем-то, моделирование нарушителей и моделирование угроз, то есть что может делать атакующий, через какие, значит, активы он может пробираться, чему он может стремиться, какие последствия это могут, каким последствиям это может приводить. Вот, опять же, в качестве анекдота, тут часто осу-тпшники, которых, наверное, здесь нет, здесь есть кто-то, кто промышленной безопасностью занимается? О, значит, любой анекдот, который я рассказываю, будет новым, классно. Ну, вот у них любимая тема, они говорят, что зачем вы нам все это кошмар рассказываете, я при помощи гаечного ключа могу такие атаки устроить, закачаешься вообще, 50 вариантов могу вывести из строя любую промышленную станцию или даже вообще без гаечного ключа могу это сделать. Но есть один нюанс. С гаечным ключом нужен физический доступ, он есть такой, один такой умный, да, и тяжело научить, да, там, тысячу таких умных, чтобы они все пошли одновременно, стукнули где-то этим гаечным ключом по правильному месту. В кибермире, да, в мире кибербезопасности, это вполне типичный сценарий. То есть единовременно устроить какой-нибудь шорох, да, опять же, вот, нефтянка, есть там похожая тема с электроэнергетикой. Вот умные счетчики, да, сейчас, по-моему, в Зеленограде ставят. Окей, хорошо, поставили умные счетчики в домах, у умных счетчиков есть сим-карты, умные счетчики умеют получать данные через сотовые сети. Соответственно, потенциально, конечно, это никогда не произойдет, но потенциально кто-то может им прислать что-то такое, что они отключатся всего лишь навсего, не взорвутся там, не обкрадут вас никаким образом, просто отключатся и не будут включаться после этого. Ну, это вот типичная история, там, в введении истории, какой-нибудь некорректный набор символов, мы про это поговорим. Вот все сломалось, как бы, и выключилось. Страшно? Для одного счетчика не страшно, но если подумать, что это произойдет во всех квартирах района, да, после чего там выключится электричество, и каждой квартире придется в ручном режиме прийти, застать там владельцев квартиры и этот счетчик перезалить, условно говоря, переустановить, потому что он внутри квартиры стоит. Все, это кошмар, караул и вообще говоря, возврат в каменный век. И лучше тогда не заниматься умными счетчиками и вообще к этой теме не прикасаться, потому что, ну, это просто, это социальная катастрофа получится, да. Вот. Собственно, вот так и со всеми киберугрозами, и вот так вот такая вот история выглядит с моделированием. К чему, как бы, это вам может быть полезно? Если у вас возникает какая-то система, которую вы понимаете, что не очень понимаете, то единственный вариант притащить безопасность, как вот в этом примере договаривались безопасники, которые обеспечивают безопасность, айтишники, которые занимаются айти, а здесь, значит, соответственно, много компонентов айтишных, промышленные ребята, которые занимались промышленным процессом и, в общем, все друг друга ненавидят. И еще мы такие, за хакеров, да, здесь с ними со всеми разговаривали. Значит, единственный здравый механизм всех этих людей друг с другом помирить и дать повод для совместной беседы, это проводить эту беседу на некой модели, да, вот, собственно, построение такой модели, это полезный механизм, да, в модели бывает, ну, вот это пример, как бы, да, то есть, ну, вот в таком виде нарисован. То есть, какие-то формальные модели тоже есть. Я, например, пару раз на практике, правда, довольно давно, но, в общем, актуально, если вы знаете, что такое UML, например, да, знаете, что такое UML? Классно, разные люди все время руки поднимают. То есть, вы в целом, в принципе, можете сделать все, что я говорю, если вы объединитесь в команды. А UML – это язык моделирования, ну, формальный метод моделирования процессов, систем, да, там, разработки можно нарисовать, человечка, это будет некий эктор, который будет там вызывать разные сценарии использования системы. Так вот, к этой, на самом деле, к этому языку UML есть такая идея, мы его использовали в работе, получается интересно, то есть, там есть эктор, есть юзкейсы, да, то есть, это то, как система используется, ну, понятная история, да, то есть, там, например, там, провести оплату, это один юзкейс, выпустить карту, это другой юзкейс, вот, а есть еще вариант такой, это описать и сделать миз-юзкейсы, то есть, это в эту же схему добавить варианты нецелевого, по сути, использования. Очень интересный эффект получается, да, то есть, если начинать эту модель расширять, с разработчиками говорить, да, еще разработчиков, кстати, нет в этой куче, там еще разработчики должны быть, то, если добавить, там, такой человек с белой головой, если добавить такого же человека с черной головой и миз-юзкейсы, то вот в этой модели можно интересно пофантазировать и нагенерить таких вот сценариев, в рамках которых потом будет лучше и больше понятно вариантов, к чему систему можно привести с точки зрения ее неработоспособности и различных вариантов нецелевого использования. Вот, собственно, да, вот это подтверждение, как бы, того, про что я говорил, это, собственно, расписанный процесс в ПТСе, призываю, как бы, для закрепления эффекта нашего с вами общения, если стало интересно, вот именно вот эту вещь почитать, ПТС, она вот вся вот такая, то есть, вот как сейчас модно, это брейнсторм-диаграмма, да, ну, некие под деревья, да, там, расписанные в практике, да, там, под практикой, соответственно, что в них там содержится, и дальше по каждому вот это из этих штук, там примерно абзац текста, наверное, не больше. Соответственно, вот для моделирования тоже в этой методике место есть. В принципе, наверное, перерыв.